В тот день, когда в Сирии начались российские авианалеты, неожиданно миролюбивые заявления прозвучали на востоке Украины. Руководство непризнанных ЛНР и ДНР объявило об окончании войны. Но обычно войны кончаются либо победой, либо капитуляцией. Значит ли все это, что Донбасс готов к полной и безоговорочной? А к чему готовится Киев? Узнала Анастасия Андрощук. Жители пригорода Донецка. Семья Рожко с неподдельным оптимизмом встретили новость о прекращении боевых действий. Александр делится впечатлениями о предыдущих перемириях. Бывший шахтер едва ли успевал приводить в порядок дом и двор. Как неподалеку взрывались снаряды и приходилось начинать все сначала. В проволоке взорвалось это. Опять заборы разбил. Опять делал. Два раза заборы. Ну да, бедненький засыпает, старается, а оно опять. Засыпает, старается, а оно опять. Приказа из генштаба не было. Но, как рассказывают волонтеры, командиры с линии соприкосновения массово отправляют солдат в увольнение. Повидаться с родными, отдохнуть от войны. Сотни армейцев проходят курс реабилитации в военном госпитале в Киеве. В последние недели работы прибавилось у психологов. Военные готовятся к возвращению в нормальную жизнь. В столице Беларуси в начале недели договорились отвезти на 15 километров от линии соприкосновения малокалиберное оружие и тяжелую технику. Это не говорит о конце войне, но приближает его, объясняет Андрей Лысенко. Война заканчивается тогда, когда похоронен последний боец. Будет найден и похоронен. Мы бы тоже хотели, чтобы война поскорее закончилась, и прикладываем для этого все усилия. Мы уже многое проделали на государственном, на уровне власти. Помогает и народ, волонтеры, добровольцы, которые ушли в армию. Они делают все, чтобы приблизить конец этой войны. Контактная группа в Минске определила, мирный процесс начнется после двух дней тишины. Артиллерия, правда, не стихла окончательно. Наблюдатели зафиксировали несколько обстрелов. Однако и в Киеве, и в Москве это назвали провокациями. Как именно будет осуществляться отвод техники, детально объяснили лидеры сепаратистов. Буферная зона между украинской армией и неподконтрольными территориями сформируется до середины ноября. На первый этап отводится 17 дней. После этого вся оставшаяся часть, как по территории Луганской Народной Республики, так и по всей линии соприкосновения Донецкой Народной Республики, весь отвод должен занять 41 день. Но почему же именно сейчас мятежники решили прекратить боевые действия? Почему столь стремительно и эффективно выполняются обещания, которые раньше легко игнорировались? В Киеве родились подозрения. Кремль запустил так называемый план Цуркова. Идея ближайшего соратника Владимира Путина – оставить регион формально в составе Украины, но фактически под контролем Москвы. Временно заморозить Донбасс, чтобы в случае чего вновь поджечь фитиль. Да, активность боевиков уменьшается, но усиливается политический и правительственный контроль этих территорий России. Также регион начинает формировать свои финансы, правоохранительную систему, милицию, прокуратуру, суды. И, понятное дело, усиливаются контакты и экономический контроль Российской Федерации. Это как раз то, чего хотел Путин от минских договоренностей. Есть у Москвы еще один вариант решения конфликта в Донбассе. По данным Украинского института стратегических исследований, его активно лоббирует первый зам главы администрации Владимира Путина. По замыслу Вячеслава Володина, Москва может начать силовую операцию на востоке Украины, смахнув пыль с почти забытой идеей Новороссии. На днях Совет Федерации разрешил Путину применять силу, цитата, «за рубежом». Подразумевалась вроде бы Сирия, но по факту президент России получил разрешение на ведение боевых действий в любой точке мира. Хочет мира, но готовится к самым неожиданным вариантам развития событий – украинская армия. В степях Приазовья пристреливают установки гиацинт. Снаряды к этим цветочным орудиям весят по 40 килограммов и способны потопить фрегат. Гиацинты отведут от линии соприкосновения, но установят вдоль побережья на случай спецоперации противника с моря. Спецоперации стоит ожидать разве что политических, уверяет нашу съемочную группу эксперт по украино-российским отношениям Александра Решмедилова. До окончания срока действия Минских соглашений, то есть до декабря этого года, Кремль не будет принимать военных решений. Намного проще и дешевле расшатывать ситуацию внутри страны. 25 октября в Украине региональные выборы. Москва заинтересована в победе пророссийских сил. Все баталии сейчас будут переходить в дипломатическую плоскость и далее. То есть как они будут интерпретироваться, как победа каких-то дипломатических групп или переговорного процесса. Это можно будет по-разному. Сейчас как раз спекулировать на эту тему. Главное, что граждане пока в этом регионе могут ожидать, и мы все этого ждем, некого спокойствия. Вопрос в другом, что будет дальше. Дальше должна быть тишина и нормальная жизнь, хочется верить Антонине Малуге. Она живет на подконтрольной сепаратистом ДНР территории. Последние полтора года женщина обитала в подвале, лишь изредка покидая свое убежище. Подносительно тихие осенние дни приводит в порядок двор. Уже, по крайней мере, не так сильные обстрелы идут. Вы знаете, уже какая-то надежда есть. Прямо хочется приходить, убирали, ветки выносили, потому что все деревья были повалены. По-настоящему концом войны в Донбассе станет проведение выборов на территориях ДНР и ЛНР и внесение в Конституцию Украины изменений по статусу региона. Лишь в этом случае Киев и Донецк могут сесть за стол переговоров. Президент Петр Порошенко неоднократно заявлял, что диалог возможен только с законно избранными представителями Донбасса, но никак не с лидерами боевиков. Для прекращения войны должен быть обеспеченный контроль Украиной собственных границ. А пока Донбасс будет оставаться инструментом давления на Киев, предупреждением о том, что может быть хуже. По оценке большинства независимых политологов, Восток Украины вполне может превратиться в очередной замороженный, но вполне ощутимый очаг сепаратизма в самом центре Европы. Продолжение следует...